Всем привет! Наверняка вы слышали новости о том, как угоняли автомобили ваших соседей, знакомых или жителей других городов, неважно кого. И мы думаем, что мало кто из вас задумывается о том, какими способами это делается. Автомобильные воры — те еще виртуозы, у каждого из них есть свои проверенные методы, чтобы быстро и без шубы угонять авто. Трудно представить, что они могут сделать приспособление для краж, используя для этого жестяные банки, монеты и, как бы это странно ни звучало, даже простой теннисный мяч. Сегодня мы расскажем вам о шести уловках, которые используют воры, чтобы открывать двери машин без ключа. Только сразу предупреждаем — не пытайтесь это повторить. Видео снято для знакомительных целей и является примером того, как делать не надо. Ну что, поехали! Передатчик радиопомех. Начнем, пожалуй, с наиболее легкого. Этот метод является самым простым и эффективным из всех тех, что используют грабители. И он, как правило, используется для кражи более современных автомобилей, у которых есть ключи дистанционного открытия и закрытия дверей. Эти небольшие устройства называются передатчиками радиопомех или блокираторами. Они бывают разных размеров — с небольшую рацию или с целый чемодан — и используются, чтобы нарушить связь автомобиля и автоматического ключа. Как вы уже, наверное, догадались, для вскрытия машины достаточно небольшого приспособления. Интересно, как это делается? Устройство работает следующим образом. Блокиратор передает частоты шума или любую другую бесполезную информацию, которая заполняет канал сигнала автомобиля, не давая двери закрыться, в то время как владелец пытается закрыть машину ключом. Обычно жертва угона уверена, что закрыла дверь, но на самом деле автомобиль остается в полном распоряжении вора. Надувная подушка. Сначала может показаться, что этот способ из области фантастики, и вы, наверное, о нем раньше не слышали. Сейчас мы расскажем, как вскрыть автомобиль с помощью надувной подушки. Да-да, вы не ослышались. Это еще один эффективный способ открыть дверь автомобиля, находящегося на сигнализации. Тут все просто. Вор, который решил воспользоваться этим методом, берет такую подушку и в сдутом виде просовывает ее в щель между дверью и корпусом машины. Как вы можете заметить, происходит это абсолютно без проблем. Затем он начинает медленно ее надувать до тех пор, пока не откроется дверь. После этого вор, используя любой другой предмет, будь то палка или крючок, проникает вовнутрь, с легкостью открывает дверь и вуаля! Можете попрощаться со своим любимым автомобилем. Веревка. Мы где-то слышали, что автомобиль можно открыть с помощью тонкой веревки. Нам стало реально интересно, возможно ли это сделать, и, конечно же, мы попробовали. Вы наверняка не раз видели этот способ во всем известных фильмах и телесериалах, потому что он пользуется большой популярностью. Итак, давайте уже посмотрим, как ворам удается делать это так легко, быстро и без особых усилий. Так, сберем веревку, и для того, чтобы начать, нам нужно завязать особый узел, который называется скользящим, так, чтобы, когда он потянет за оба конца, эта петля могла схватить что угодно. Вот у нас все готово. Теперь аккуратненько вводим веревку через небольшой зазор боковой двери и медленно начинаем двигать узел, пока он не окажется на замке блокировки двери. Сейчас нам осталось просто затянуть узел и потянуть вверх, чтобы дверь разблокировалась. Сделано! Посмотрите, дверь без проблем открывается, и автомобиль поступает в наше полное распоряжение. Теннисный мяч. Как вы уже, наверное, догадались, воры не сидят на месте, они всегда ищут любые виды хитроумных инструментов для совершения своих преступлений. Есть у них еще один проверенный, но достаточно простой способ вскрытия автомобилей, для которого потребуется всего лишь вот такой простой теннисный мяч. Итак, вор делает небольшое отверстие в мячике, раскаленной отверткой. Правда, перед этим ее нужно где-то раскалить. Для этого прекрасно подойдет газовая горелка. Затем мяч вплотную прикладывается к замочной скважине. После этого нужно приложить немного усилий. Вор изо всех сил давит на мяч, давит, давит. Готово. Замок разблокировался. Выполненное вором действие может показаться странным, но все реально работает. Замок открывается просто потому, что давление горячего воздуха, который создается при нажатии мяча, заставляет механизм двери открыться. Жестяные банки. То, что вы сейчас увидите, является невероятно простым и эффективным методом, который частенько используется у гонщиками автомобилей. Особенно хорошо он работает, если водитель, ммм, женщины. Только девчонки, чур не обижаться. Просто у вас немного другое восприятие машин, которые изначально являются мужскими игрушками. Итак, вор привязывает банки к задней части автомобиля, чтобы вызвать побольше шума. Логичной реакцией водителя станет остановка транспортного средства, как только раздастся подозрительный звук. Водитель тут же выходит посмотреть, что же там не так. Наверняка оставив ключи в замке зажигания, а дверь открытой. Как раз в это время вор пользуется ситуацией, запрыгивает в машину и скрывается от вас на высокой скорости. Вам остается только поднять земли отвисшую челюсть и скорее бежать писать заявление об угоне. Монета. Некоторое время назад на свет появился еще один новый хитроумный метод, используемый ворами, чтобы украсть автомобиль или вещи, которые находятся внутри него. Здесь им вообще не придется тратиться, достаточно будет одной единственной монеты. Суть этого способа состоит в том, чтобы поместить монетку в дверную ручку автомобиля, как это делаем мы. Таким образом, сигнализация машины не включится, потому что эта дверь будет заблокирована монеткой и до конца не закроется. Обычно грабители выбирают сторону пассажира, потому что большинство водителей не осматривают эти двери и не обращают на них особого внимания. Так что если вы водитель или только собираетесь им стать, запомните и будьте осторожны. Не забывайте проверять все двери автомобиля без исключения. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.